и фильтрации костного мозга здравствуйте хочу извиниться перед иностранными гостями у меня не было времени перевести свою презентацию и я наверное сейчас не смогу говорить на английском на протяжении всей презентации но я с удовольствием ответю на ваши вопросы потом но я первый слайд постараюсь постаралась перевести миссии позвольте представить вашему вниманию доклад на тему молекулярно-генетических методов при оценке поражения костного мозга и динамики минимальной остаточной болезни у пациентов с нейробластомой нейробластома наиболее часто встречающиеся солидное новообразование у детей и многие исследователи долгое время уже много лет занимаются изучением этой опухоли биологии этой опухоли по причине ряда ее особенностей таких как с одной стороны способность спонтанной регрессии и с другой стороны ее способность к агрессивному быстрому росту неконтролируемым также часто при нейробластоме мы обнаруживаем контаминацию костного мозга опухолевыми клетками уже инициально при диагнозе что является критерием для постановки стадии заболевания и является предметом изучения ряда авторов классическими молекулярно-генетическими маркерами при нейробластоме исходно были такие хромосомные аберрации как делеция короткого плеча первой хромосомы а также амплификация генами конечно такой исходный метод диагностики этих аберраций это цитогенетика фиш метод в первую очередь однако он являет не имеет ряд недостатков во первых это возможно определять опухолевые клетки возможно определять костном мозге с помощью этой методики только в том случае если опухоль имеет эти аберрации и второй момент который ограничивает применение этого метода это его чувствительность которая в принципе сравнимы с морфологическим исследованием костного мозга в связи с этим многими авторами ведется поиск более чувствительных специфичных маркеров для диагностики минимальной диссеминированной болезни при нейробластоме методом чем какой-то один селективный ген нами была выбрана панель из трех генов это ген тех фокс 2б фокс 2б и dcx все три гена имеют высокую экспрессию в клетках нервной системы поэтому являются довольно специфичными для опухолевых клеток нейробластомы в качестве референсного гена мы выбрали ген гадж это ген домашнего хозяйства которые с одинаковой интенсивностью экспрессируется во всех тканях организма пациенты на которых мы тестировали наши методики это пациенты центра фнкц дмитрия рогачева проходившие лечение с 14 17 год материалом служила костно-мозговая пункция получена из четырех точек подвздошной кости кости и у 10 пациентов также проводилось исследование в ткани опухоли распределение по стадиям заболевания представлено на слайде и в качестве группы сравнения мы использовали пациентов с ОЛЛ которые находили в стадии молекулярно-генической ремиссии на момент обследования наша система предполагает работу именно с матричной рынка поэтому мы дизайн учитывали это при дизайне праймеров и отрабатывали специфичность выбранных праймеров на ткани опухоли как раз таки первым этапом была постановка качественный пцр real-time с детекцией в режиме реального времени реал-time пцр по результатам которой мы могли сказать что у нас образец содержит в себе какие-то экспрессию таргетных генов либо ее не выявляется при сравнении с грубой контролем мы убедились в том что все выбранные нами маркеры они специфичные для клеток нейробластомы поскольку в контрольной группе экспрессия выбранных генов из исключения гена th не наблюдалось практически но даже по этому гену в образцах которые было были положительные по экспрессии гена th эта экспрессия была значительно выше чем в группе сравнения следующим этапом мы решили ввести в нашу тест систему это калибраторы для того чтобы получить возможность оценивать количественно уже на результат экспрессии мы использовали в качестве калибраторов векторную плазмиду серия разведений плазмиды с известной расчетной концентрацией таргетного гена позволяла нам получить калибровочную кривую относительно которой мы потом пересчитывали значение наших образцах почему это показалось нам так важным понятно что когда речь идет о пациентах которые исходно были положительные по минимальной диссиминированной болезни и у них выявлялась определялась остаточная экспрессия таргетных генов на момент окончания лечения то это какая-то не очень хорошая ситуация клиническим но если рассмотреть внимательнее группу пациентов которые к окончанию лечения уже не имели экспрессии таргетных генов то на самом деле мы видим совершенно разные варианты ситуации в какой момент это экспрессия уже не являлась определяемой и вот эти различия между этими вариантами динамики снижения экспрессии таргетных генов может в принципе оказаться критичные при оценке выживаемости пациентов в этих группах или их качество жизни в дальнейшем пересчет с помощью калибраторов наших образцов выявила следующую сложность с которой мы столкнулись это образцы к сожалению тут очень плохо видно которые в принципе качественно детектируется с помощью метода пациента с детекцией в режиме реального времени но посчитать их по калибровочной кривой мы не можем поскольку не очень низкая экспрессия наш метод просто не позволяет этого сделать в этом случае мы решили прибегнуть к третьему методу это к третий этап нашей работаем постановка цифровой капельной пцр принцип который заключается в том что в масляную эмульсию добавляется все необходимые компоненты для прохождения пцр включая праймеры зонды и матрицу то есть к днк с помощью прибора мы получаем капли который каждый из которых по теории вероятности содержит одну молекулу мишей и все необходимые компоненты для прохождения пцр таким образом пцр проходит независимо в каждой отдельной капли детекция в дальнейшем предусматривает методику очень похожи на проточную цвет флуоринтрию когда мы в каждой капле можем детектировать либо наличие флуористенции либо ее отсутствие выглядит это примерно таким образом то есть мы получаем позитивные капли и капли которые пацио реакция не прошла и в этом случае мы уже можем точно не ориентируясь на калибратор и посчитать количество мишеней таргетного гена которые мы имеем в образце исходно чтобы сохранить при этом чувствительность сравнимую с чувствительностью пцр в режиме реального времени мы делаем триплеты мы получаем в среднем около 45 тысяч капель в сумме на один образец и не теряем при этом никакой чувствительности в методике теоретически мы конечно можем увеличить эту чувствительность практически там беспрецедентно но тут два ограничивающих фактора это объем образца который требуется для постановки такого количества реакций и второй фактор это ну мы можем поймать то что не имеет клинического значения то есть целом целесообразность такое увеличение такой чувствительности она тоже сомнительно пока на данный момент имея в арсенале все методики выше представленные мы разработали некую схему оптимальную для мониторинга пациентов с нейробластомы где в зависимости от стадии риска от наличия или отсутствия исходно детектируемой минимальной диссеминированной болезни мы предпочитаем обследовать пациентов либо с помощью цифровой пациента либо с помощью пациента с детекцией в режиме реального времени на примере группы высокого риска такой небольшой когорты обследованных пациентов хотелось бы продемонстрировать такие тонкие места в этой диагностики которые бы на которые хотелось бы обратить внимание нам в будущем исходно позитивная минимальная диссеминированная болезнь не всегда и приводит к гибели пациента и более того даже остаточная минимальная диссеминированная болезнь после окончания терапии тем не менее в ряде случаев также эти пациенты еще находятся под наблюдением основные вопросы на которые хотелось бы ответить используя комплекс методов в нашей лаборатории это имеет ли корреляцию положительная минимальная диссеминированная болезнь с регрессией или прогрессией заболевания в динамике наблюдения ну и также более детально рассмотреть ту группу пациентов которая не имеет мрд позитивного статуса после окончания лечения но тем не менее имеет различную динамику при достижении этой молекулярно-генетической чистоты костного мозга основные выводы это конечно то что мы очень существенно увеличили свою техническую способность по детектированию минимальной остаточной болезни у пациентов с нейробластомой применяет цифровой пациер в рутине особенно это касается случаев когда экспрессия выявляемой методом пациер в режиме реального времени больше критичного цикла 30 ct цифровая пациер является по нашим данным более точным методом для подсчета количества нагрузки таргетного гена в костном мозге но и в дальнейшем хотелось бы еще как скажем оставить пространство для возможности применения этих методик в клинической практике поскольку это исследование еще не закончено и сейчас как раз идет стадия обработки клинических данных о набранной выборке спасибо за внимание таки самач спасибо большое варвара у нас есть несколько вопросов первое спасибо большое за доклад если можно короткий вопрос потому что вы ответили своим предпоследним слайде если я правильно понял у вас был такой слайд когда вы показали что у некоторых пациента после окончания терапии определяются и часть пациента у которых после окончания терапии уже не определяется эти гены но снижается там второму четвертому курсу и так дальше а какая связь вот именно опухоль была ее удалили она резко уменьшилась в объеме были оставались или не оставались метастазы то можете сказать я понимаю что это в планах вас сделать да поскольку сейчас мы средоточились исходно на отработке методики на костном мозге как и жесткостная такая биопсия определенная то в будущем конечно это уже доработка в плане основного образования и других клинических данных по пациенту спасибо не вопрос хотелось бы комментарий мы этим тоже занимались минске у нас были точки то на то есть на момент начала лечения после второго курса индукции перед операцией и после окончания индукции после окончания трансформа после окончания высокодозной терапии и вот эта точка когда была в момент операции мы от нее уже отказались пять лет назад потому что если мы делали исследование костный мозг шла операция секонд лук и делали исследование костного мозга это у нас сложно приводило к увеличению количество днк в костном мозге и она абсолютно не коррелировала с клиническими данными то есть как раз ну вот чтобы не давать лишнего наркоза ребенку то есть момент выполнения операции после выполнения операции исследовался еще костный мозг на мрд если это было окончание индукции то есть это нас привело к ложным результатом мы имели высокие уровни экспрессии и тиразингидроксилазы и фокс 2b в костном мозге но это было связано с тем что шла манипуляция спасибо большое за комментарий это очень ценно у меня есть вопрос мне кажется что у вас очень интересные данные очень многообещающие а если у вас какие-то идеи а вы будете это изучать будет такое многоцентровое исследование есть какая-то российская инициатива что это было многоцентровое исследование в минске такое есть потому что в германии например мы командами это дело большим и маленькие в россии так много пациентов может многоцентровый будет исследование большое спасибо за ваш вопрос на самом деле мы планируем обобщить результаты наши исследования в екатеринбурге ретроспективно вести некоторых пациентов наблюдать их в будущем может быть будет перспективное исследование с другими центрами может быть объединимся да это было бы очень хорошо если бы было многоцентровое исследование спасибо большое еще один вопрос лике очень интересный доклад а может быть я пропустила а просто а что если у пациентов высокая эфи инфильтрация тогда вот что вы с ними делали а при высокой инфильтрации мы решили избраться пациенты в в режиме реального времени потому что наверное не надо цифровую пациенту а когда вы решаете какое пациент используете вы вначале тестируете с qpcr вначале тестер именно qpcr пациентов а да я просто не показывал этот слайд но обычно когда мы видим какие-то сомнительные такие результаты которые вызывают вопросы то обычно мы делаем qpcr смотрим дальше в динамике если пациент вначале мы сомневаясь в результатах надо было еще проверять и мы тогда делаем пцр смотрим на это либо только этот метод просто не было времени показать этот слайд то есть эта стратегия как вот вы пороги порогов величины устанавливаете по обоим видам тцр конечно но вот мы изучали доноров да это очень интересно очень интересно спасибо 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 спасибо